Не уверен я в зоне он или нет, но, тем не менее, это, возможно, один последний шанс для него пройти на The International, хотя он не такой шторый игрок, то есть просто, мне кажется, пошел спад, он не может поддерживать тот уровень игры, который он показывал, ведь раньше он был нереальным монстром. Ну, роль другая немного. Я тебе так скажу, я вот у Нуна очень много стримов смотрел, с самого начала, вот как он, он же брал паузу, да, там после ухода с ВП, был он еще в разных составах, миксах в Восточной Европе, первого дивизиона, вот, и у Нуна очень крутой именно механический стилл, то, что я могу сказать, и мне сам Арзий говорил, что он, когда коучил ВП, всегда было приятно просто сидеть сзади на Уана и смотреть, как он играет, знаешь. Вот есть игроки, там вот Miracle, допустим, возьмем в пример, ты чисто заходишь на реплей, ставишь, типа, глазами игрока и смотришь, там все настолько плавненько, настолько идеально, прям по пикселю выверено. Ну, конечно, приятно наблюдать, игрок, я говорю, безумно скилловый, в свое время он был жестким таким вот мидленером, который никому не проигрывал, готов был стоять все матчапы, но у всех игроков, скажу так, есть какой-то срок годности, и будет ли второй пик в его карьере, вот, как раз-таки, второе дыхание нужно ему сейчас открыть, может быть, в этом регионе. Если он пройдет на The International, то почему нет, у него будет, сколько-то, полтора месяца на подготовку. Вполне. А дальше как пойдет, давайте посмотрим, у нас такой вот интересный ФП Феникс, сразу видно, новый регион, жаркий, здесь будут как раз-таки огненных героев. А кого оставили-то из имбы? Земель, я смотрю, остался вообще. Земель можно схватить, есть Даунбрейкер. Вот интересно, будут эти герои пройти, ты как думаешь вообще? Я уверен, что Земель здесь будет абсолютно в каждой игре, ну ладно, через одну. А Даунбрейкер будет по ситуации, опять-таки будут врать. Сейчас, наверное, мед, видите, здесь точно будет, Герокоптер, Винга обязательно. А, ну, они, кстати говоря, в бане, только обратил внимание. Ну, Нейдж спросит, посмотри, Шейкера тоже за бане, то есть это все, в принципе-то, метовые герои во всех регионах. Снепфайр. Снепфайр. Снепфайр как кор убита, пофиксили рот в атос, талант с 20-го сместили на 25-ый, теперь только мега-мега лейти снепфайр становится полноценным кором. Если ты вспомнишь, вот была игра, не мига в нижней сетке, про фишторму, так что они там катали. Да, штормы их закрыли 2-0 еще, сенсационно. И там на второй мапе закончился кор-потенциал, и снепфайр пришлось там до 40 какой-то минуты доживать, чтобы 25-ый взять, и только после этого она начала дамажить, и они, собственно, победили. Ну, а Феникс на нынешнем месте вот мне по этой причине нравится. Снепфайр дубили, Урсевич какого-то нет банально, очень мало героев, которые это яйцо могут ломать. Ну, я соглашусь с тобой, да, абсолютно, ты прав, Мирана тоже сейчас нечасто драфтит, да, то есть саппорт, который раньше, в принципе, это яйцо могли разбить за счет атакспида и какого-нибудь нереального спыла. Но, я думаю, можно найти какого-нибудь Урсевича, знаешь, порыться, хотя он не супер метовый. А Свена блокирует опять этот герой, который сейчас востребован. Если хочешь взять Дарксира, Свена лучше взорвать. И давайте посмотрим второй бан, как раз-таки во второй стадии от Spawn Team. Я даже не знаю, что здесь предиктить по драфтам, говорю бы, может быть, все что угодно. То, что коллективы там месяц назад или два играли в DPC, это вообще не считается. Сейчас конкретно один турнир, на котором все подготовились в этом новом патче, будут выказывать свои, скажем так, секретные стратежки. Есть ли они? Да и какой план, интересно. Ты бы вот в какой стратке придерживался бы? То есть больше в лейт, больше на тимфайт, если бы ты играл в квала, в нижней, в нижней сетке, что самое главное. Ну, смотри, все зависит от пула и от твоего стиля. То есть если я привык играть агрессивно, там, первым номером, и без, там, сильного лейт-потенциала, допустим, семикоры типа Разора, Гирокоптера, ну, кого там еще, может... Ну, в общем, ты понимаешь, с Чаус Найта всякий. Конечно, я бы играл так же и выбрал агрессию, закрывал бы линию и старался бы уничтожить врага, там, как можно быстрее и скорее. Но если посмотреть этот регион, здесь надо, вот, все любят играть в лейт. Террорблейды, Медузы, Мортлинги, Найс и Сирены. Добро пожаловать в Юго-Восточную Азию, ребят. Да, тут немного своя история, своя атмосферка. Ну, по поводу вот этой стратегии, действительно, это прав, не совсем понятно, какая стратка более выгодна. В Северной Америке вообще там первая серия нижней сетки, которую мы встретили, была мега неочевидная. Нам показывали кэф от ББ в лайве, там, на одну команду кэф-5 проходит 2 минуты, на другую команду 5 кэф-5. И самый главный коллектив, который сделал мега-крипов, по итогу проиграл, как ни странно, из-за того, что ребята поспешили и захотели закончить сломать трон. Элдер Титан у нас появляется из-за интересных моментов. Уже, ну, потенциально, если эти два сапа, они мне нравятся не очень сильно, в плане того, что они вдвоем, сделать толком ничего не могут. Вот здесь, допустим, там Клок плюс Кай. Представьте, два саппорта, они апают шестые, и они уже без поддержки своих поров могут там поделать грязюку на карте. Здесь тоже Леон с дизейблом, инициацией защиты яйца. То есть эти чары между собой хотя бы как-то синергируют. Думаешь? Ну, да. Но Леон, мне кажется, он балансит. Все-таки Феникс, знаешь, он именно по игре. Вот у него как будто есть все, и как будто нет ничего. То есть он вроде дает сильный тимфайт, но вот яйца можно отойти. У него вроде бы есть демедж, но это не Биораст. У него вроде есть яйца, но он нестабильный. И вот Леон как раз все эти вопросы закрывает, плюс добирает ту самую ДБ. Ну вот тебе уже сильная линия, даунбрейкер плюс Леон. Интересно, чем UD будут, не хватало времени. А сейчас вроде как нормально. Ночью, знаешь, покастил вот Юго-Восточную Азию. Поспал, дай бог, и своё время будет у нас с тобой. И можно на Европу уже залетать, чекать, там предиктики давать. Наблюдать за топами командами. Вот тебе и Бист, кстати, который против Феникса очень хороший герой. В плане своей массивочки. Всем ауру дал, наверное. Слушай, я хочу запредиктить Медузку. Тут прямо сейчас нужно брать. Снизу? Да, ну если любят игроки снизу, конечно. Если любят играть как раз-таки в лейт, этого героя нужно брать прямо сейчас. Его могут прикрыть антимагом, я не спорю. Но в целом тогда у тебя будет хороший штемп. Ну вообще, антимаг, Биста. Да непонятно, непонятно. Но вообще два саппорта толком Медузе ничего не делают. Против ДВ будет комфортная линия. Я согласен. Наблюдая за всеми регионами, как-то про Дузу вообще все забывают, честно говоря. Почему-то команды перестали вообще этого героя держать в голове. Хотя если фри-гейм видишь, всё работает же точно так же. Ты там на 28-м уже с Фляем, Саидисом заходишь на ХГ и всё ломаешь. Ну и вот на Ember Spirit. То есть в принципе плюс-минус усилили мид-гейм. Мы видим, что Шейкер в бане, поэтому переживать сильно не стоит. Если появится вот кусик, тогда надо как-то флексить. Но я не уверен, что спаун-тим вообще на этом герое играет. Очевидно, что коллективы обладают информацией друг о друге. Не больше, они там времени провели в подготовке. Они знали с кем и когда будут играть. Ну, давайте посмотрим. Это Ember, кстати, играет для Фирлиса и появляется Спектра. Неожиданно. Не часто это герои еще появлялось. Я думал, в комбинации с Варлоком она неплоха. Но вот на линию с Фениксом смотрится жиденько. Ну, как будто сильный тимфайт сверху. Очень сильный. На плане того, что яйцо можно поставить, летит Спектра на тебя. С новым, кстати говоря, ультимейтом. Туда же кастуются все кнопки Леона, SolarGuardia. Прикольно. Непорядно, зачем она здесь появилась, честно я тебе скажу. Возможно, просто как-то Керри команды спаун увидел, что легкая Дриспектры. Это моя сигна. Вот, допустим, в Западной Европе есть Чарлис. Ты знаешь такого игрока? Да, конечно. И вот он тоже Спектру любит. Если он видит 3-игру, он никогда не откажется ее пикнуть. Но снизу я тоже не совсем понимаю. Знаешь, Эмбера обычно мы привыкли видеть со Скаймагом, с Мираной. То есть героя, с которым ты можешь в мидгейме пошпить, что-то поделать. Тут из комбинаций я вижу только вот Элвер Титана, его духа, который даст там минус армор, минус резист к маге. Эмбер, типа, будет быстрее убивать героя. В фасисвайт отправился ван, также решили забанить все-таки от дырха подальше Хускара, минус манкин, который номинально стоит хорошо в Эмбера, но по игре я бы не сказал, что это прям лучший герой. Ну и давайте посмотрим, потому что сейчас спаун делают баун и, соответственно, открывается его пятого персонажа. Там тоже игроки зевают. Ну, я поддерживаю. То есть просто было сложно. На первую игру еще нужно разыграться, раскликаться. Зевки мы, как и всегда, их наблюдаем, да, застали. То есть они есть. Игроки тоже люди. Ну и кто, на что гораздо, мы сейчас узнаем. Так, одна минута у нас дополнительного времени у коллектива спаун. Нужно сделать точечный бан. Бан какого-то керри персонажа. Есть Медуза, есть Нага Сирена. Кто еще хорош номинально в спик-тру? Давай вспомним. Ну, вообще, по идее, Сларк, герой крайне плохой. Ну, вот Медузку подбанили как раз-таки. Ну и нужно пикнуть с Харплейнера. Ну, вообще, знаешь, ты как бы банишь Медузу и пикаешь героя, который закрывает контр-пик. Против спик-тру? Я так вижу эту стратегию. Честно говоря, тяжело-тяжело в 5 утра и в 6 утра по московскому времени что-то придумать. Я думаю, Бангарьер появится, наверное, сейчас. Хороший герой. Ну, кстати, да, он сейчас в Ваймбер стоит гораздо лучше с новым Шелд Крашем. Хотя, вроде, знаешь, это не сильно забавло героя, по мне, на линии. Но почему-то в Ваймбер последнее время все Бангарьеры стоят прям уверенно и классно. Если раньше были билды с... Ага, ДК тут появляется. Ну, тоже, кстати, мега-кайфовый герой. И если так посмотреть, то чарами снизу Драгонайта никак не убить, кроме комбинации Рор плюс Мортимера. Когда Драгонайта берется до БКБ, если он это боковое успеет нажать, снизу его убивать просто нечем. Такой, знаешь, мега-жерн-пик. Спектра будет с большим количеством ХП. Все это под Сулаггвардианом. Сверху Луч Феникса. Чем-то, знаешь, напоминает китайские драфты, вот, год назад примерно. Да, да. То есть, ну, мы знаем, что ДК хорошо стоит именаль на Эмбера и никаких проблем на линии испытывается. Закрывашку. Ну, ты ломаешься выше, все, парни. Из-за этого у него плохая игра, маленький уровень. Сложно микрить, хороший стандарт, то есть, всегда какой-то стаб можно придумать. Тем более, Эмбер здесь играет еще и в Леончика, ему будет крайне сложно разыграть на этой карте. И террор Блэйд, которого ставили, забыли, думал, что-то все-таки нага будет, но, тем не менее, ТБшечка, ТБшечка залетает на первой карте. Что по драфту можно выделить? Мне кажется, линии балансные, балансные, очень балансные, потому что Спектра будет с минуснормально стоять без мастера, да, до поры до времени. Скорее всего, ее-то продавят. Но, тем не менее, ДК в миде выигрывает у Эмбера, а это очень важно, потому что и Мамагдая тащит свою команду, это такая звездочка. И также, как раз-таки, Фирлес любит тянуть идеал на себя. Ну и посмотрим, КНП на террор Блэйде может, наверное, комфортненько стоять против Леончика и, конечно же, Дамбрейгера. Но там самое главное — не умереть. Так если подытожить, кто сильнее, то есть так, в конце. Кто сильнее? У кого Лейд или просто? Просто. На чуечку. На чуечку. На чуечку? Ну давай, ладно, поставим на УД. Это со спектрой? Нет. Стоять? Да. Все, я забыл, у кого что. Ну слушай, а я на верхних, вот. Я за спектрой люблю этого героя, Феникс мой любимый. Друзья, хотелось бы также напомнить, что вот баночки Торнадо здесь располагаются не просто так. Я, кстати, не знаю, они участвуют в этой акции или нет, но если участвуют, я их заберу по-любому домой, когда у нас эфира закончится. Дело в том, что покупая вот такой вот энергетик, вы участвуете в розыгрыше крутейших девайсов. Торнадо, они разыгрываются каждую неделю. Все, что нужно, купить банку и коллекционировать NFT коллекцию. Просто. А более подробно баннер по транзакции есть, все вам расскажут. Сильно, сильно. У тебя есть своя NFT коллекция, Шейл? Давай, наверное, результаты классований еще посмотрим. Давай, посмотрим результаты, потом отличный вопрос. 67 на спавн. Ну, вот так вот. Я думаю, что проголосовало примерно 3 человека, судя по процентажу. Но я не знаю, сколько нас в онлайне. Я думаю, давай предскажем, сколько нас. Я думаю, где-то 500-700 тысяч в этом промежутке. Ну, я тоже думаю, 500-700 тысяч плюс-минус. Смотри, люди 1200, видишь, мы сегодня все читаем. Я не знаю, вот только по травмам не сошлись, сейчас бы вообще такой предикт бахнули. Все бы люди зашли, сказали, какие гении. Наверное, у них в Телеграме отличные прогнозы. Отчасти да, но лучше, друзья, там розыгрыш фрибетов. У Мантиса 15 тысяч, у меня 15 тысяч. И все это раздается вам на хорябу. Вот, переходите. КЗ Мантис, Шейл 31. Все легко, достаточно вбивается. Знаешь, зачем я это сказал? Чтобы все равно никто не зашел, не пристался. А мы переходим плавно в игру. Открывая регион Юго-Восточной Азии, взяли квалификации на The International. Играет нижняя сетка. Команды не то, что претенуют на единственный слот, но, тем не менее, крайне интересно за ним понаблюдать. Да, спаун, еды, уды. Крис Уван, посмотрим, что коллективы у нас покажут. Потому что мы видим не самые сильные команды сейчас. Это Див-2. Это команды, которые не смогли занять хорошие места. Ну и вынуждены бороться вот в Б1-мясорубке. Так, так, так. Руны спавнятся. Ну, руны спавнятся. И на карте, и в приложении Bootboom, друзья. Делать ставки. Получать халявные фрибеты для себя. Также баннер имеется у нас под трансляцией. Я смотрю, прям чуть не заржал, честно, когда увидел эту фласку. Вот это типичная игра на спектре, знаешь, когда ты понимаешь, что у тебя герой мега слабо лейнет. А у тебя еще комбинация на линии вместе с Фениксом. И по итогу, ну, придется крайне тяжело. И он, осознавая это, привез себе фласку. К слову, обычно на Фениксе можно такой же плейстайл увидеть. Ты понимаешь, что у тебя рано или поздно закончатся птицы. Ты будешь лоу хп, ты еще с пламя себе хп сжираешь. И это фласка, но она на раннем тайминге мега нужная. Ну ладно, к сайдам мы перейдем чуть-чуть попозже. Пока мид-линия, где качает ДК, кстати говоря, первый спелл. Из интересного будет уменьшать дэмэдж. Ну, как по мне, стан на ДК на первом левеле иногда очень интересно смотрится. В плане того, что ты можешь дальника и вражеского забрать, и своего задонавить. Да, это прикольно. То есть ты даешь стан, подхожди, знаешь, подхожди, забираешь, как тебе удобно. Монокост у него небольшой. Ну и мы видим, стоит на топе у нас теперь будет не очень хорошо. Очень сильно просил у нас КНП. Лайнерс не может его под саппорт, пытается как-то что-то придумать. Ну, наверное, ТВ подошел, как обычно, добрать крипчика. Получил стан, залетил сразу же там Селестия Алхаммер. Пол, лица нет. Герой очень уязвим к магии. У нас Лайнерс пошел вперед. Ему очень больно. Пошел такой вот интересный разменчик. НТП без каких-либо дополнительных. Здесь фишечек. Второй уровень появится. Я думаю, в топе начнется прям резня. Видим мы, что активно играют у нас игроки на линиях. Постоянно харасится. Все биты, все покоцанные. Ну и, соответственно, рано или поздно это придет к тому, что кто-то погибнет. Ну, сейчас мета будет. ТВ, я думаю, покажет от Кин Пи. Что оппонент им не надо агрессировать. Хотя Старобрейкер и Тараблейд умирает на Ферст Блад для НТП. Пытается Элдор разменяться. Крутой бадди-блог, кстати говоря, со стороны Даунбрейкера. Да, размен имеется. Но мы с тобой понимаем, что ТВ, получив второй левел, вообще никак его не реализовал. Погиб на линии. Это мега неприятно. Недополучил он где-то крипов немножко. И хороший старт от ДК. Видим, как мы видим. Ну, вот они, Даная. Прослеживаются. То есть, тут даже стан на первом левеле не нужен был. Просто кидаешь первый спелл. И, кстати, там дэмэдж у Эмбера реально под ним мега мало. Там около 40 тычка получается. Ну, это контрпик. Посмотри, Мамонг Дая купил себе уже один брейсер. То есть, у него бонусный как раз-таки дэмэдж. Ну, и второй момент, что качает и максит пассивку. То есть, он теперь может просто стоять в пачке крипов и постоянно в этого фирлиса тыкать. У фирлиса уже есть бот. За счет чего там он пока что продавливает линию. Ну, и после того, как продавит, конечно же, пойдет потихонечку контроль тру. Ну, своих крипов, в принципе, он здесь забирает. То есть, не так уж сильно проседает. Правда, вот рано или поздно ДК начнет уже подпушивать. Ему вышечку. Это интересно. 1-1 у нас, кстати говоря. Ну, и, в принципе, плюс-минус все. На линиях, как мы и предполагали, спектра терпит в бисмастера. Терапвейт там, кстати говоря, начал проседать. Но вот это вот немножко неожиданно. Ну, и в миде детальная доминация должна быть от ДК. Рано или поздно вышечка упадет. Дальше ДК купит, я думаю, все-таки, Блинк Даггер. И будет пытаться сетапить. Ну, вот под ДК здесь ничего такого интересного нет. Прямо, наверное, ультимейт и даунбрейкер. Ну, и, конечно же, фингер, который можно будет для того, чтобы заберзать. Ну, это именно в мидгейме, если ты имеешь в виду, да. А так, в целом, ближе к лейту будет комбинация через яйцо с шардом. То есть ты даешь Драгон Тейл, ставится яйцо. Очень много урона с Андрея взлетает. Супернову никто здесь, кроме снэпки, не ломает. И то Лил Шреддер работает до получения 12-го левела на Фениксе. Со второй Суперновой там Лил Шреддер не пробивает. Придется очень много тычек делать тому же Траблейду. Ну, есть и на яйцо ответ в виде еще пассивки биста. Да, ты всем даешь скорость атаки. Яйцо чуть-чуть побыстрее лопается. В миде постепенно наступает доминация со стрены Драгон Найта. Мы видим, что она переезжает Эмбера по крипстату, по Нетворфту, соответственно. Кстати, хороший Старобрейкер нажимается на топе. В зоне ДП здесь НТП. На развороте можно пробить Челдор Титана. Да, прилетела граната. Пытается он застанить здесь ДП. Получается сделать это, но сам никуда не убежит. Пока вот эта линия с ДП вообще себя никак не реализует. Я даже не понял, тут Мет это была поражата или как? Я не знаю, такое вот странное нападение. То есть Лайон Акс, в принципе, мог стоять сформить. Зачем его так нагло агрессировать? Пытался убить Леон Чика, умер, да? Ну да. Метов 2 уже, ни разу не нажали. Бой, бой, бой. А у Кимпи проблемы. Залетает Старбрейкер. Есть Екс. Много демо же летит сюда. Да, у нас Лайон Акс пытался хотя бы откидываться чем-то. Не получилось. Ну и минус Террорблей. Топ линия сильно просевал. Лайон Акс опять на нее драться. Да, Лулу здесь вне позиции. Кстати говоря, неприятно. Больно откидывается. Ага, ошибка от него. Ну так упал я себе сапог. В общем, все фраги у нас на топе. Походу камеру отсюда убирать пока что нельзя. Ну и в миде у Ферлиса интересно намечается Эмбер Спирит. Покупать он будет ВС. Он играет. То есть довольно-таки агрессивно. Хочет как-то в мидгейме уравнять шансы. Для того, чтобы был неплохой кинул потенциал для как раз-таки на того самого Драгон Найта. Что у нас на боте? Ну бисмастер, фрифарминг. У бисмастера все очень хорошо. Хотя, посмотри, Спектра тоже добирает. В миде у нас фраг. Переместился сюда у нас товарищ Далул, который просто пришел по всей вынести. И подцепил на тайминге здесь Эмбер Спирит, у которого нет шестого уровня. Ну, но вироскили, да, немного пока спавана. Переезжает соперника. Очень странная игра Траблейда. Ну то есть ты вот, может часто с тобой, да, ДБ в этом году комментировали? И сколько раз ты видел, чтобы ДБ первую мету нажимал на пятой минуте? Это же мега странно. У него мета в два появилась. Он только тогда ее первый раз нажал. И ДБ здесь на лютейшем фрифарме. У нее 8 денаев. Она имеет еще и парочку киллов в запасе. И отсюда и берется перевес в 1000 по золоту. Смещение постепенно от саппортов UDV под активную руну. Плюс тут ДК проютал форума. Это всегда мега опасно. Но Эмбер, кажется, грамотно все сделал. Не знаю, как это получилось. Скорее всего, запушил линию, видишь, и умерла катапульта. И без этой каты ДК будет гораздо медленнее пушить в Ишко. Печенька нажимается в него. Но тут даже половину хп снести дракону не получается. Вопрос по рунам открытый. Феникс пришел на помощь. И руну Эмбер своровал. Так, у нас отличный стан от Лайон Акса. Он сейчас, кстати говоря, попробует собрать демиджи и убить здесь Леончика. Леон нажимает монодрейн. Убивается таки у нас иллюзию. Это же ТП, НТП не смог убить. Там террор-плейер. Это Лулу больно. Подходит сюда Бамбуй. И это фраг. Довольно активная дота у нас пошла. А седьмая минута у нас уже 7 фрагов, можно сказать. Подцепили еще и здесь НТП. Ему больно, неприятно. А есть и какие-либо способности. Может быть, перетяжка с мидом. Нет, Лайон Акс идет дальше. Ну и все, отходят отсюда товарищи от НТП. И 2000 по золоту уже за спаун. Покажите нам, пожалуйста, на Творцы. Крепстат это важная вещь. Но уже, наверное, на седьмой минуте можем посмотреть, кто и где нафармил. Все топ-3 у коллектива спаун. И посмотри на террор-блейд. Обрати внимание, что он просто провалил свою линию. Да, это очень странно. Казалось бы, линия в ДБ, она всегда, знаешь, немного опасная еще и под Леоном. Но, блин, ну ты же террор-блейд. И тут, возможно, опыта не хватает. Хотя ТБ 25-й левел дота плюс имеет. Феникс пошел воровать руну. Возможно, сейчас саппорт, спаун, тим накажут. Потому что руну он уже не забрал. И Феникс сделал ДП под Д1. И это оказалось довольно валидным. Потому что здесь Библай, которого разводят на ТП. Это поменяет, что происходит. Слушай, UDV как будто потерялись немного, вот честно. Что на легкой линии, что в хард-блейде. Я надеюсь, что это в бестах хотя бы стаки какие-то есть, чтобы уравнять команду по золоту. Все-таки он топ-1 на нетфорс в своем составе. Да, я тоже надеюсь. Потому что ему будет крайне сложно здесь камбэкаться. Хотя у него арканцы, скорее всего, там, ну, вроде бы есть стаки. Я не уверен, я не уверен. Сэндр Ивартс, ты говоришь. Библай, а стоит. То есть, в принципе, стаки какие-то, да, пытаются заблокировать игроки. Команды спаун. Это грамотно, это правильное решение. У Спектры все довольно-таки неплохо. Вот именно против бестмастера, по всей видимости, сейчас можно стоять. У тебя много регенерации, ты качаешь дисперсию. То есть, да, птичка тебя все равно напрягает. Пробивает, убить ее, наверное, крайне сложно. ДК подбирает руну хосты. Здесь Фирдис прилетел. Ну, как прилетел. Просто посмотреть, почекать рунку, которую забрать он не может. И у нас в топе опять фраг ИНП. Просто погибают уже в третий, в четвертый раз. Нет игры ультера Блэйда? Ну, нет на этой линии игры ультера Блэйда. Пора уже просто пойти в лес. Если ТБ не купит Мидас, это пик Деньги на ветер называется. Это вот Ра Блэйда в данном случае. Ну, у него там перчатка, я вот тоже не знаю. Это перчатка на ПТ, такая поздняя. Или все-таки после ПАВАРТРИТС он возьмет Мидасик себе. Ну, с Мидасом будет опция в лес уйти. А, у него нет ПТ-шки до сих пор. Девятая минута на дворе. У товарища Кинпи пятый левел. И на самом деле, посмотри на уровни команды спаун. У Феникса пятый. У ДБ уже есть Солар Гвардинг, который был вот как раз-таки в топе нажат. То есть сейчас они могут быть мега-мега активными. Единственное, что их отстанавливает, это, наверное, отсутствие Блинкаут Драгон Найта. Приходит Фирлесс и реализует свой Весел. Ну, либо обычную урну, не знаю. Но заряд он получил, килл сделал, немного размочил счет. Ну, Весела еще нет, но, в принципе, плюс-минус скоро появится. Этот артефакт сейчас, на самом деле, стал поприятнее. Думаю, его собирать. Давайте посмотрим под луж вышечки от как раз-таки коллектива Дайр. UDV, мы потеряли вышку в Миде. Это более важный таргет. На бот у нас летит Феникс, на бот у нас летит Леон. И хотят еще и за дефа. Телефон, ОДК. Есть как раз-таки ультимейт от Спектры. Давайте посмотрим. Отцепляют здесь. А Бисмастера пошел Сандре. Есть Тан, это минус Бисмастер. Есть ультимейт. Там у Лайнекса по съемке нет. Тут теперь еще и Снэпфайр. Ну, это развал, ребятки. Спауны готовы. Спауны прям заряжены. Они начинают за здравие. Восемь фрагов уже сделали. 4 тысячи по золоту. В топе вышка тоже падает. И мне кажется, что игра будет не такая уж и долгая. Доминация крутая. У Террорблейда мало. Осталось просто поджать, дофармить и закончить. Или будет камбэк. Ну, посмотрим, посмотрим. В этом регионе, когда... Ну, играют команды 2-го дивизиона. Они нестабильные. Всякое может произойти. Но пока спауны прям на диком овероскиле переезжают. Честно, тут по всем позициям. В пух и прах. Развал. Ну, и на самом деле хочется отметить вот этот новый ультимейт Спектры, который раньше являлся аганимным с ППЛ-ом. Shadow Step. И раньше как бы ты собирал себе БМ, делал аганим, и только после этого был плюс-минус активным. Сейчас уже, начиная там с 8-9 минуты, ты можешь вот так вот прилетать, халявить себе килы, покупать также Блэдмейл, потом будет выход в манту, как мы с тобой видим. Далул дает дизейбл по бисмастеру. На слот гвардии прилетает сюда МТП. В случае подсейва будет яйцо, и на самом деле яичком можно уже и нажимать, наверное, как-то. Либо Феникс просто отдаст свою жизнь. Непонятно. А, у него яйцо. Да, вот оно. Шреддер пробили. МТП, кстати, тоже загулял. Эмбер летит его перехватывать. Будет дизейбл. Ну, нужны ячейны плюс свисты. Они нажимаются. Ну, и вот тебе не камбэк, конечно, но хороший размен для команды Дайер. Ну, и слушай, посмотри, сколько дали за фраг. 900 золота практически, да? То есть там 4... Ну да, 900 золота дают за 1 фраг. Мне кажется, этого не стоило. Спаун здесь переагрессировали. В какой-то момент им нужно было выйти. Они отдали больше золота, больше экспы, при том, что сделали как раз-таки больше фрагов. Это странно. Мне кажется, не стоит так торопить события. У вас все замечательно, ребятки. Просто дождите свои таймеры. Не надо фидить. Это квалификация на The International. Играйте поспокойней, и все будет у вас хорошо. И сразу же под пуш вышечки от как раз-таки UDV. У них есть Эмбер с как раз-таки Блэслом. Посмотрим, давайте нападение на огонь. Пытался летти, получил станы. Ему больно, неприятно. Куда-то летит у нас Киэпи. Нападает на Эмбера. Есть врыв. Эмберу больно. Эмберу неприятно. Эмбер погибает. Дальше Лайнакс подошел. Да, хороший сплиттер. Но ты здесь один, братишка. Ты погибаешь. Бамбу уже находится под Фектрал Дайгером. Ему неприятно. И там минус 3. Ну, суперагрессивная игра. У нас 20 фрагов на 11-й минуте. Что происходит? Да, Мамгдая пока делает вещи. Делает грязь. 5-0 льдинова статистика. Получает там Килинг Спрей уже для себя. О, это стаки. Помнишь, я спрашивал о бис. Там Кабанчиком-то работал вообще? Да работал. Но все эти стаки, ну часть их достанется оппонентам явно. Приходит он сюда контестить. Получает Драгон Тейл. И готов Эмбер статики своего места защищать. На самом деле атака может быть от UDV очень хорошей. Леон на лоу хп его добивает мгновенно. Идут далее за Драгон Найтом. Он сейчас топ-1 на двор. Скинп пришел сюда же. Есть Мета, есть Сандер. ТП в такой ситуации мега-мега полезный. ДК на лоу хп, кажется, умрет без вариантов. Ну, еще один стрик, скорее всего, достанется. Ну, нужно забрать обязательно. Расконтроль, еще и рор заюзали. Ну, слушай, еще один стрик, еще 900 золота дарят. Боже. Ну, для ТБ это точно камбэк. Ты посмотри, у него уже 5200. Отставание 600 от спектры, это, конечно, всегда очень плохо. Потому что спека стоит гораздо хуже Траблейда. Именно по лейнингу, да. Но Мидас-то у него есть. То есть я уверен, что Траблейд рано или поздно эту спектру по золоту догонит. А, возможно, и обгонит. Так как он качается гораздо быстрее. Все-таки у него иллюзии есть, как-никак. Ну, и такой небольшой камбэк. Сейчас еще и стаки заберут. Ну, опрометчиво действовали здесь спаун. Могли просто забрать вышку, да. Видели они, что все-таки бестмастер фармит. Но хотя бы попробовать и бить без стаки. К нам подойдет. А они полетели бить стаки. Подставили жестко. Поймали здесь позиционку. Ну, и были наказаны. Хотя все еще топ-3 на творчество у них имеется. Да. Ну, и, соответственно, опотенциаловать хорошие. У нас нападение в топе. Отличный ультимейт. Ну, и без шансов для Киэн Пи. Как же сложно играть на Террес Блэйде, оказывается, против этих героев, когда ты еще и проиграл линии. Ладно, забудь насчет камбэка. Спаун душат, вообще не отпускают. Вроде 14-ая минута. А, знаешь, вот чистое расположение героев в Рейде. Как будто уже 25-е, они Т2 снесли в топе. Настолько они активные. Настолько большой перефарм. Ну, и вот этот билд от Эмбера. Он, знаешь, себя окупает в плане того, что команда все линии залила. Хотел выходить в Молнии. Молнии у него появились только сейчас. И вот киллы на Драгонайте они бы никогда в жизни не получили. Плюс непонятно, кому Весл покупать. Ну, Эмбер же не будет после Молнии, да, урону угрейдить. А Весл здесь мега полезный. Против ДК, против Спектра, против ДБ. И там масса от хила, если что. Да, да, конечно. Реально много хила у коллектива, да, Рейде. То есть здесь и Санрей, который хилит ДК сам по себе. И Спектра, да, такие довольно плотные персонажи на счет своих пассивок. Ну, еще и ультимейта даунбрейкер. Ну, и 2к лидов осталось в итоге у спаун. Хотя доминация была такая солидная. 4к мы видели на минуте 10, да, то есть 3 вышки. Нужно было просто немножко сыграть более аккуратно. А на боте у нас Ред, у него тут потихонечку варится боковальщика, ну и посмотрим, что это А, выйдет Фирлес. Нажимает АТП, выходит АЛУ и его подцепили. А, если смотри, на станчик дэмэджа не хватит, скорее всего, и КГС должен быть, ДХ, это минус Фирлес. ДХ вовремя залетел. Сейчас Стэп сразу накидывает, когда ты как раз-таки реактив. Юзер, да, свой? Не очень какой-то получилось. Ну, знаешь, он еще так залетел, чтобы точно килл забрать. Для спектра это полезно, а спека понимает, что... Ну, в лейте матчап-то в ТБ у нее очень хороший, потому что ты мобильный герой, ты можешь вырезать всех тиммейтов за Траблейдом. Ой, а тут, кстати, смог, да, я так понимаю, юзался UDV на глазах у Мамонгдая. Он просто упрыгал на блинкауте и ушел в безопасную позицию. Полисор, друзья, то, что обязательно должно быть у вас в аптечке, чтобы снимать неприятные депла. Бафе в реальной жизни. Но по поводу игры, немного она замедляется. Как мы с тобой видим, дожидаются БКБшки на ДК. Я так понимаю, плюс могут быть промежуточные киллы от обоих коллективов. Допустим, сейчас была вылилась на Феникса, его видели. Знают, что НТП где-то в боте находится. Но он тоже улетит, понятное дело. Вот уже играют умно, не подставляются лишний раз, да? Здесь спаун, они понимают, что сейчас уже можно нарваться на камбэк. Хэмбер маленький, но он потихонечку, полигонечку Карапа из Кавер. Все очень неплохо у Террорбейда, который поставил на линии там 0-4. Ну и Бисмастер, единственное, кто нормально, адекватно поставил на своей линии. И посмотри, КНП покупает Мидас. То есть он понял, что нужно делать. И мне кажется, это правильное решение. Саша Яша плюс потом, может быть, даже БКБшка стоит. БКБшка стоит здесь купить, все-таки против Леона, Террорбейда и, соответственно, Думбрейкера как-то нужно себя уплотнить. Под виду у нас так, игроков команды Пауна, они хотят найти фраг, но там иллюзии. А на боте нападение, возможно, будет у нас на КНП, который подставляется подвышечкой. Уходит, уходит у нас ДБ. Убить довольно тяжело пиком Дайр. Вот нет какого-то, знаешь, четкого подцепа без... Бисмастера. Он-то может выдать Рор, застанет на миллион лет и под него там уже вы спелы свои все кнопки понажимаете. Ну, когда Бис далеко, кому нападать? Эмберу дать чейны, которые будут действовать одну секунду. Ну, или он сюда прилетел на подцеп, понимает спавна, что если оппоненты вдруг будут играть аркадно, всегда можно под яйцо навязать очень мощный Team Flight. Ну, и, кстати, там Мека появляется на Снепке из интересного. Вот она, дополнительная Аурность вкупе с Аганимом Бисмастера. Конкретно Бист, знаешь, он может быть практически неубиваемым. Пока что вот с того, что я вижу, ну, Фингер Дес, да, против такого Аганима Биста всегда работает круто, можно заберстить. И Сан Рей тоже, потому что выжигает процентах. Ну да, на ТК у нас, кстати, ДК в форме потихонечку начинает напрягать здесь вышечку. Фиргас прилетел из-за ряда урна, будет делать БКБ без молнии. То есть, по сути дела, урона у него не так много, но за счет Весела героев пробивать он может. У Далула появился в Линкдайгер. Теперь игроки команды спаун могут играть более-менее активно. Они ждут БКБшку на ДК, они ждут БКБшку на Дамбрейгер. С теми БКБшками они, в принципе, усиляются, да, и готовы к тимфайтам. На топе напали на Далула, ну, он там как-то вообще поставился прям очень мемно. На варде стоял, его пришли, встретили, убили. Без шансов для него. Ну, с таким никому. Еще бы не мимной смерти были. Феник Шардец все купил. Кстати, смотри, скипнул Фаер Спиритов. Вообще, вот это очень странное решение. Я такого никогда, честно говоря, не видел. Чтобы Фаер Спириты качались в 3, и потом максился Сан Рей. Но я думаю, Феня тут опытный. 25-й левел Дота Плюсы как-никак. И он видит Драгонайт, и видит ДБ Аспектру, понимает, что здесь Сан Рей в 4 гораздо больше даст, чем вот эти птицы. Тебе не надо наносить дэмэджи, тебе просто надо нажать суперновую и отхилить мега-мега жирных героев в своей команде. Плюс этот Сан Рей будет против Беста, как раз, лично работать. Команда его с трудом пробивать. Сейчас начнет все-таки там Аганим. Плюс до пару должна какая-то появиться. Да, вот Бестмастер себе уже рецепт Пай повезет. По поводу Весела, Ферлис, ну, точно Апнату Урнау купил. Мы с тобой видим, что он, по сути, создал всю активность на карте. Начиная там, да, с окончания лейнинга, который пошел не по бану у ребят. И ДК нападает в топе на того самого Эмбер Спирита. Залетает сюда Солар Гвардиан. Будет сплиттер по всем. Кинпи позиции. Кажется, это шанс хорошо подраться для команды UDV. Полетел Мортимер. Очень больно Ти Эйчу. Застанили Рором ДБ. Ну и отсюда НТП точно не уйдет. Ставится хорошая супернова, но ее тут же разбивает. ДК не успел дать стан по снэпке. Залетел у нас, конечно же, Кортик. Мамагдая нажимает ПКБ. И, скорее всего, просто выйдет. ТП уже сбить нечем. В долу пришел. Ой-ой-ой-ой-ой. Как он опасно сыграл. Попытался убить здесь все-таки товарища Лаганакса. Не пошло. Не хватило буквально там 50 демэджа. Размер у нас 0-2. Плохой тимфайт от спаунтов. Они допустили фатальную ошибку. Не смогли этого Эмбера добить. Хотя Дизейба в кучу. И сейчас еще и Рошана потеряет. Что происходит? Боже, как же легко камбэкнуть здесь EDV. Такое ощущение, что спауны сами себя переиграли. Я даже не могу это объяснить. Ну да, да. Тут, конечно, опять видишь, Эмбер затащил. Тем, что он успел нажать фисты выйти. Все были усыплены. Я так понимаю. Сплиттер там дали по-троим. Ну и потом дело техники у EDV было всех добить. Это полноценный камбэк. Помнишь, я про Тераблейды говорил? Что вот он сейчас отстает на 700 голды. Подожди буквально 5 минут. Прошло 10, но все. Он уже по золоту выше, чем у Спектра. Та же самая. Бисмастер полностью в игру вернулся. И, в принципе, у Эмбера тоже наступает игра, где с БКБшкой его крайне тяжело убить. Плюс Аигис сейчас довольно важный. Можно будет с этим Эмбером прям активно очень играть. Далула видит. Есть у него блинг, чтобы отойти немного. И там еще Феникс летел. Знаешь, так непонятно. Мне показалось, яйцо хорошее, потому что он Fire Spirit накинул по трем героям без БКБ. Но была снэпка. И снэпка все меняет. Ну, вот он только что там умер. И опять бежит в этот пазик. Все нахуй здесь. Бисмастер. Есть ультимейт от Спектры. Есть ультимейт от Рэда. Ну и, скорее всего, Бестаза берут. Да, у него Аганим. И Пайт он очень большой. Когда тебя все-таки убивают четыре героя, конечно, выжить не получится. Ну, окей, окей. 16-12. Айгис у нас на Ферлисе. У него скоро появится там БКБ-шечка вроде на Эмбере. Не так много, но что-то уже имеется. И на боте у нас UDV. Траться они пока что не хотят. Потому что они вообще ждут Террор Блейды. На ТБ БКБ-шка. Сильвер. Скади смотрится здесь замечательно. А вот Сильвер, мне кажется, это прям мастхэв шмоточка. Но он пока, видишь, Сашу Яшу убил. Все-таки очень много дизейблов, от которых БКБ ты не успеешь нажать. Допустим, стан Леона там залетит по тебе всегда. Хекс, накроет Солар Гвардин, ты просто из этих чейн-станов не выйдешь. А когда у тебя Сэнжа, позволит тебе это пожить чуть-чуть подольше. Чейнами тут маржет Эмбер. За счет этого Феня выживает. Коэффициенты уравниваются. 1,7. Хотя буквально 10 минут назад на команду спавн давали 1,1. Казалось бы, все, ребята, заканчивайте игру за 20-25 минут. Не тут-то было. Массовый ТП от команды спавн. Кажется, хотят они пойти в атаку. Реализовать наконец-таки даггер на Леоне. Еще раз можно это сделать. Ну и как будто UDV читают. Смотри, тоже смог нажали и убегают. Да, прикольный момент. У нас прочитали карту, ситуацию. Салам UDV. И просто отходят. Террорбейт со своей иллюзией. Сейчас палит этот смог. Ну иллюзия погибает. В принципе, все. Какие-то пинги. Неужели UDV хотят драться? Здесь Террорбейт в позиции. Нападение ДК это, мне кажется, не самый лучший таргет. Здесь БКБшка от Мамангдая. И он спокойно отходит. На БКБ разве ли я? Вот теперь можно попробовать что-нибудь интересненькое придумать. У нас Далу в позиции. Ставится хороший вар ДК. Тимоспам подготавливает почву до следующего темфайта. Но при этом всем ДК будет без БКБ. Нужно ли драться? Я думаю, нет. Можно спокойно, в принципе, отойти. Тем более не факт, что пушт пойдут, UDV. У них все-таки не так много сейчас имеется на руках. Вот Террорбейт с Ашияшей и Мидасом, да, Ультимейт Орбом еще не готов к бою, я считаю. Да это точно так, на самом деле. Пока что UDV могут немного покачаться. Но факт Раидиса, знаешь. То есть Тембера тяжело убить дважды. Замесу все-таки быть. Убивает Бейсмастера до нажатия Рора. Все это без Супернулова. Можно на отходе нажать яйцо, чтобы Тембера подсейвить. Но это не требуется. Момент, когда Я выживает и без этого. Эмбер летит за ним. Не ошибочка ли это? Можно схлопотать сейчас Хекс. Стан от Леона. Садится на него уже Спектра. Эмбер Спириту очень больный. Вынужден UDV тратить дополнительно Мортимер, чтобы ваш Мидер сумел отойти. Ну все, кнопки потратили. Меты нету. Мортимер вжали. Эмбер без ремонантов. Надо улететь. Надо докачиваться. ДК вызывает форму. Нажал тэп аут. Просто пушит мид. ДК хочет купить себе Аганим. Скоро он на него появится. Это хороший тайминг. Очень качественно отыгрывает здесь Мамандая. У него минимум смертей одна. То есть мало подставляется. Ну и соответствующий. Нетворс. Проблема, мне кажется, в том, что вот спауны как-то... Вот они в один момент упустили свою доминацию. Отдали свои герои в коров. И все. Теперь сейчас ничего особого не делает. Играя вторую номеру. Нападение в топе на Афирлиса. У него до конца действия Эгиса. Одна минута. И в принципе он-то готов умереть. Главное не дважды. БКБшка у него имеется. Сорядов весла нет. 17-12. Триколида. Ну мне кажется, игра плюс-минус очень такая вот равненькая. Ждем шмоточки на террорбэде, чтобы он именно включился в игру. Потому что нам сейчас не хватает как раз-таки его. Так. Фирлис с руной волшебства. Это уже интересно. С этой руной можно что-то напридумывать. Феникс отходит. Знает, что это карсдайва. То есть в принципе Фирлис, если при большой такой необходимости, может вообще поддавить. Подцепили. Подставили. Залетит ли у нас сейчас печенечка? Да. Отличный стат. Подходит сюда к бамбу. И это фраг. Тревенс. Доигрался. На ровном месте погибает. Еще одну террорбэвышку могут забрать. Юдиви. Да. Спаун совсем потерялись. После тех смертей. Уже не чувствуют преимущества. Несмотря на то, что 2к по золоту лидирует. И в целом там только ТБ большой. Если посмотреть у Эмбера, у Биста. Не так, чтобы много. И оппонентов не стоит бояться. Падает Т2 в миде. Гриф Рейден был уже прожат. Но вообще такими темпами Юдиви могут и на бот переключиться. Там крипы. Все это дело подпушили. И знаешь, вот так сделай килл на Фениксе. Снести 2 тир 2 тавра под Аурой Биста. Это очень сильно. То есть я думаю по золоту за эти 2-3 минуты Юдиви. Ну прям тысячи три отыграли минимум. Да, они хорошо действуют. Нашли фраг такой вот минорный. Казалось бы на Фениксе пятая позиция. Но тем не менее, который позволяет забрать целых две вышки. Укрепить свое положение экономически. Ну и выйти потихонечку в тот самый лейтгейм. Который здесь очень неоднозначный. Он нас дал. Пытается найти фирлиса. Фирлис позиции. На боте у нас тоже готовится какой-то сетап. Китки пока что не тратят мету. Подставляется у нас кто? Нет, никто не подставался. Все отошли. Спокойно, спокойно. Зачутились, ребятки. БКБ у нас на дамбрейкере. БКБ на Мандае. Ну и там что-то у Спектры подвезет. Вроде бы. Стан опять хотят убить без ста. До нажатия рора. Получится ли это сделать? Санрей. Ну вот, очень много дэмэджа. Феникс делает массу импакта. Это он еще Супернову не ставил. Кстати, Спектр тоже летает. На Шадл Степе. Дал здесь Д. Эйч Вижена немного. Сейв суперновый. Санрей по всем. Все отхилились. Эйберт потратил БКБ. Ну и знает, что Кинпи нажал мету. На самом деле спам стоит немного отойти. Раскайте, когда метаморфоза закончится. И потом можно уже будет сольные смоки нажимать. Ну не как сольные. Вдвоем. Там Альон плюс ДК. Пойти какие-то киллы сделать. Почему нет? Все-таки метаморфоза не будет там целую минуту. Ну слушай, а минус. Получается бисмастер. На этом все. Все оказались сбиты. Провезли свои способности. И отошли. Игра такая становится довольно-таки спокойная. Давайте посмотрим на рекап. Дэмиджа много. Вот фрагов мало. Мало-мало пока что. Ну и 26 минут уже потихонечку приблизилась. Давайте посмотрим. ЮДВ играет суперагрессивно. Знаю, что нет у них БКБшек. Летят. Пытаются найти здесь. Орэ, да, НТП потихонечку подходит. Сандрэй шикарный. Хивит, богодемоджа наносит. Но тем не менее, залетает сплитер не точно. Подцепились здесь у нас товарища от Ревенса. Его убивают. Кто у нас под фокусом? Это ФП, который пытается нажать свой Сандр. Не получилось. Лайонекс дошел слишком далеко. Это минус 2. Можно гнать дальше. Нужно дать какой-нибудь стан. Офигисты сейчас фитра будет нарезать по Эмеру. Весл был заюзов. Пытается найти там кого-нибудь не получилось. А он без ремнатов? Так он не уйдет. ТП. А пока Б заканчивается, стан. Хорошо. Расстанились. Сбили телепорт. Убили еще Эфирлоса. Как же сильно ЮДВ. Ошибаются под вражеским Т2. Пошли, задайвили. Зачем-то без мета ТБ. Рора тоже не было в этом замесе. Ну, после того, как вот они его проюзали в первую цель. Это еще байв, знаешь, не последовало. На самом деле спавн, ну, при хорошем раскладе мог Феникс байнуться. Еще один Сандрей нажать. И они бы там вообще пятером умирали. Не знаю, стоило ли это того. Но по факту нет вообще. Отдали 1200 золота где-то команде спавн. Если смотреть именно на плюс по золоту. Это стильно. И это дает спавн времени для того, чтобы дожить до лейтгейма. В лейте, я думаю, что они именно, знаешь, под Леоном, под Фениксом будут чуточку посильнее. Плюс ДК станет полноценным с вами кором. А вот у Эмбера билд пока не внушающий доверия. Именно на лейт. Он такой чисто в мидгейме покатать. Так, слушай, а там терзатели есть. То есть, в принципе, Леону здесь не помешал бы шард. Ну и, может быть, там справа тоже, как на Snapfire, да, в принципе, что-то можно было получить. Но коллективы любят зарубиться. Они не так много времени уделяют таргетам. Вот сейчас вроде бы есть какое-то перемещение. Хотя это, наверное, мудрость. Рошан у нас через 24 секунды. Это второй Рошан, который будет очень важным таргетом. Мы видим, что спауны могут драться. У них уже есть отличный тимфайт. Да, терзель будет большой. Но что-то он как-то не очень хорошо свои кнопочки прожимает. Не получается у него взять позицию. Приходит без мета, приходит там без БКБшки. Получает станок Хекс и погибает. ДК отходит. Прямиком от смок-атаки. Будет ли блинка? Вот интересно. Инстастан там только с Рора. И без блинка бис. Поэтому надо притык подойти. Мамангдая за счет этого выходит. И даже не думает о том, сколько оппонентов стоит за его спиной. Даул поставил вижен. Отличный. И вот сейчас смог закончиться. И получит всю информацию спауну по оппонентам. Главное, чтобы Леон первым не умирал. Тогда у команды Рейден все будет замечательно. И если на фиде кто-то другой, всегда можно байнуться. Прилетит на Т1. Фирлес. Подставляется от Леона. Блинк не самый лучший. Есть форстав на подсейф. Летит Мортимер. Пытается Леоню убить первым номером. И самое главное. Яйцо-то плохое. Отсюда Эмбер просто выйдет. Да, Супернова в пустоту. Шадоу Степ нажимает в спектру. 1х4. Замес. От Керри команды спавн. Под Солар Гвардия. Надхилл имеется. Старбрейкер по двоим. Взорвали здесь Эмбера. Но ТБ-то бьет все это время. Забирает они в спектру. У спавна огромные проблемы. Надо выходить из файта. Драга продолжает. Стэпаут у нас от Феникса. Давайте посмотрим. В Руби заходит ЮДВ. И опять хотят забрать себе Рошанчика. Ну, ошибочка. Ошибочка. Спавн. Плохая позиционка. Почему-то Долу подставляется первым. Ничего не жмет. Умирает за БКБ Эмбер Спирита. Ну, а дальше уже по накапанной. Как у нас в Керрии тоже можно сыграть. Было более грамотно. Залетел в тампу героев. Думал, что его не убьют. Есть подсейф в виде как раз таки ультимейта. А вот Дамбрейкер. Но этого было недостаточно. Давайте посмотрим. Кучу дэмбиджа у нас становится, конечно же, Эмбер Спирит. И все остальные по чуть-чуть. Тираж Блэйд 399. Не, ну он там бил с фигурой. Там явно побольше. Просто как-то не зачитала. 2К золота плюс Аегис плюс Сыр. ЮДВ возвращается в эту игру. Это полноценный камбэк. Сильвел Рейдж скоро появится на Тираж Блэйде. Дальше он, наверное, все-таки купит эту БКБшечку. И вроде бы в Лэйде смотрится потенциально неплохо. Полноценный камбэк, да? Вот этот РБ, да помнишь, какое у него было начало? Да, очень хорошо. 0-4 на линии. Там было сложно, там было невозможно. Он не мог фармить. Но, тем не менее, перетерпел этот красавчик. Да, и сейчас мы видим, что уже купит Сильвер. Да, билд мне очень нравится от КМП. За доджел он, видишь, там всякие фляи, БКБшки. Такие переходные слоты. Вместо БКБ там фляя взял себе Сашу Яшеву. Сделает Сильвер, чтобы Спектре и Драгон Найту, кстати, сбивать пассивку, что мега приятно. Ну и ТБ, самое главное, шестой строчке по Нетворсу отправился на первую. Сейчас дополнительно у UDV появился и Сыр, и Аегис. И в целом вот в таком темпе они могут очень много делов натворить. Но на самом деле это не только их заслуга, но и цена ошибок здесь спавн. Чувствуется все-таки странный. Очень суперновый, да, от Феникса. Один раз он на 1х4 в толпу взлетел. И все сломали под пассивкой Беста за секунду. Сейчас тоже непонятно, зачем была супернова. То есть он ставит ее, когда у Феникса 100 хп, и там с одних фистов он от Эмбера точно отклеится. Ну и, конечно, Спектрал тоже, которая залетела. 1х5. Непонятно, зачем это было сделано. Коэффициент 2-4 на команду, на которую совсем недавно давали 1-1. Помнишь, я говорил, вот как мы с тобой Северную Америку открывали? Дал такой микросовет зрителям, что тут ставить типа на Кэфф 1-5 вообще не комильфор. Если вы верите в победу команды, подождите, пока она совершит ошибку, и на них кэфф там будет 2,5, 4 или 5 вообще. Ну да, совет от дядюшки Ширида. В принципе, правильно делаешь, потому что нет смысла ловить такие маленькие. Мы знаем, что игры здесь очень такие валидольные, плотненькие, затягивающиеся в лейд. А на топе у нас Кэн Пи пытается найти Диаша. Диаша пытается уйти отсюда, нажимает апаут. Его сейчас увидит Кэн Пи пытается... Ну, как он попытается? В Терраблэде сбить телепорт невозможно. Ну, кстати говоря, Терраблэде здесь увидел Далу. Далу остался в топе, там есть. Дамбрейкер, очень неплохая такая вот именно макро-дота. Спектра, дамбрейкер. То есть ДК нашел героя, дал стан, прилетает с пустого степа. И с этим файт. АДК-1, Рор. ПКБ нажать не успел. Летит сплитер туда на всякий пожарный, чтобы демеджа хватило с запасом. И Мамангдая отправляется в таверну. Хорошая вылазка от ЮДВИ. Последний отрезок в 10 минут примерно. Да, они проводят шикарно. Совершенно не ошибаюсь. Хотя настолько плохо постояли линии. У Кинг Пи там счет был 0-4 в моменте. Но сейчас этот ТП будет ломать базу врагам. А что ему мешает зайти на хэграун, скажи мне? У него Айдис, у него Мета. Огромный пачок крипов, ауэр, абисар. Ну, сейчас будут вот такие вот неприятные вещи залетать. Память будет на скоростке по Кинг Пи. Много здоровья он потерял. Ничего не боится. А у нас в Рыцаке легкий от НТП, который вынужден был бросать в свою БКБ. Кинг Пи сильно просел. Его как-то подхилить было. Есть грифсы. И давайте посмотрим. БАДТ-3. Мамангдая не хочет нажимать ВВВ. Оно и понятно. Можета БАЯ означает, что ты уже в шаге. На самом деле, от конечно. Ну и что? Под это три. Кинг Пи не жмет мета врыв. Брор на Леона. Найдите вообще забирают. Ну ладно, Леонид и Вайнница. Вопрос открыт по Бэкдору. Гриппы вроде бы далековато. Пачки не было сто лет. Да, вот он Бэкдором вместе с Гриппом. Комбинация ужасная получилась от команды Спавн. Старобрейкер пытается скин НП. Выбить Егиду. Он все еще с метой. Обратите внимание. То есть он ломает вручную. В милишной форме. Не нажимая метаморфозу. Мамангдая арестнулся. Прыгает сюда. Диаш. Хочется очень убить этого Биста. Знает, что Рора нет. Защитить его некому абсолютно. Феникс подсветил еще двух героев. Ферлес улетает в ВКП. А вот, к сожалению, снэпку видно-то не было. И Феникс сюда с Free Fire всталом не залетел. По итогу задефли один барак. Но половину своей стороны потеряли. Ребята и Спавн. С учетом того, как они начинали. Сейчас ситуация на карте вообще ужасная. Ну, минус сторона. Смогли забрать одного Бистмастера. То есть наказание за Бай на Леоне. Такое уж и сильно. Айгис все еще есть у Террорблейда. Правда, заканчивается буквально через 30 секунд. А красавчики UDV. Они здесь очень меня удивили. Потому что при таком вот старте. Так как, что не заканчиваем, как и не нападение. Это тоже ошибка. Больная фига сожимает сыр. Пока что живет. Нужно понимать, что мета у тебя на кулдавне. Играть стоит аккуратнее. Чейнфит никто не отменял. Да, сейчас здесь умереть, там умереть. И эта игра назад перевернется. Я думаю, UDV не хотят эту игру за Террорблейд. Все-таки спектра, ДК, феникс. Смотрится там очень ультимативно. Если эта игра протянется еще, скажем так, минут 10-15. Там будет не так все однозначно. Террорблейд покупает сатаник. То есть подожди. БКБ, да, все-таки сначала, потом сатаник. Да, правильно, нужно крепиться. Мы видим, что героев берстят. И большое количество магического ворона у спана имеется. Если сейчас это БКБ не купить, то один раз можно просто пожалеть, умереть, да, в тимфайте. Первым практически за, там, условно, станк Екс Леона. И эту игру немножко проиграть. На Эмбер скоро появится. Шива все очень хорошо. У UDV им нужно просто собраться, мне кажется, вместе. Тимфайт у них замечательный. Фокус хороший. Самое главное не умирать по одному. Насчет лейта, кстати, вот уже не уверен. И тут, к слову, TNP идет в Anvisa. Будет тычка с Сильвера. Снимут пассивку. Метаморфозу не нажимает пока что. Ну, далеко от Раблейд. Тиммейты просто не успевают за ним. Не хватает блинка на бесте, как по мне, вот здесь. Чтобы так прыгнуть до Disable. И эту спеку они могли заберстать вообще на Изи. Ну, слушай. Вопрос, что там у Элдор Титана по шмоткам. Потому что этот герой, вот если мы говорим про лейтгейм, там с Аганимом, допустим, может развал кабин устроить. Он БКБ себе купил. БКБ, сабля, Аганим, если будет у Мега поздний. Элдор. Скастовывает свой стан. Спритер нажимается. От спектра БКБ не самое лучшее. Ноль киллов. Просто минус чардж, минус вот эта секунда драгоценная. Неприятный момент. Да, такое странное нападение. То есть я понимаю, что спектра хотела убить. Но, тем не менее, БКБ была проюзана. ДК на боте уже под черной формой. Потихонечку забирает нас. Строение. У него, кстати говоря, плюс Кераса. Укрепился, укрепился здесь Мангдая. Скали на спектре. Дальше будет Бабочка. Я говорю, еще не все потеряно. Мне кажется, спаун имеет все шансы на камбэк. Этот промежуток времени сейчас очень важный. Потому что Рошан появится у нас буквально через 1-3 минутки. И из этого мы сделаем какие-то выводы. И по топу заходят ЮТВИ. Они знают, что спектра нет БКБ. Хотят выйти по линии, которая сломана. Это тот самый эффект неожиданности. Правда, я не уверен, хорошее ли это действие. Несса подпушит все линии. В целом они... За это ничего потерять толком не должны. Да всегда можно занять треугольник. Траблейд будет отправлять одну иллюзию по миду. Другую по топу. И соперников таким образом он запрет на своей базе. Плюс ДК все это время фармил в форме. И в ближайшие 40 секунд у него не будет ультимейта. Так, Феникса. Мы с тобой давненько не видели. Была у него довольно простая игра именно по лейнингу. Были киллы. Быстрый 12 он получил. Сейчас вышел уже в лотус. Полноценная шмотка. На Фениксе, если... Ну, кто шарит, всегда практически так делают. Редко, знаешь, можно увидеть всякие глимерки, поповисы. В основном это шарт. И выход уже вот прям в большую экстра... В большой экстра айтем, типа лотоса. Который здесь мега хорош. Против Ора. Снимать чейны в том числе. Сильно-сильно. Айтем. Ну и важно на фене получить 20 конкретно в этой игре. Потому что герои у оппонентов очень-очень жирные. Твои тиммейты тоже обладают большим запасом здоровья. А там будет талант на отхил дополнительное процентное с Анрея. И кажется нашли спектру. Да, спектру одна. В инвизе, в смаке все заходят сюда. Будет печенька, будет рор по идее. Все идеально нажимается по таймингу. И просто сплиттер убивает керри команды спавн. НТП прилетел сюда сейвить. Но в итоге кто засейвит самого тебя? Непонятно. И вот эти два кила означают зеленый свет для команды UDV. Можно идти, можно ломать минимум одну сторону. Они пингуют, но они не знают, что есть два байбека. Давайте посмотрим. Падает пока что рейджовый барак на топе. КИНП в мете без БКБ. Нужно понимать об этом. Мамагдая должен как-то сейчас начать тимфайт. Есть пока что байбек только на даунбрейк. В спектране байбека. И для того, чтобы она байбекалась, нужно начать тимфайт. Падает пока что тревышка. Мамагдая председает. Больно неприятно срабатывает пока что. Сильвер есть. Дэмэдж Мамагдая подставляется. БКБ успевает нажать. И должен будет выйти байбек от спектры. Здесь яйцо. Надо Супернова поставить. ГИНП его сжигают с Андреем просто. Лучом убили героя. Сейчас будет Супернова где-то в бэклайне. Вырезали Леону. Но это вообще не страшно. Можно идти дальше. БКБ от Элдера Титана. Не хватает дизейблов. Не хватает урона. Улетает Элдер отсюда. Когда Ферлос занимается тем же самым. Ну слушай. Выбили два бая. Из основных коров как по мне. И сейчас ЮДВ крайне близки к победе на этой карте. Хотел сказать первый. Потом сам себя знаешь так в голове. Ну да. Передил. У нас первая и последняя. Все правильно. Еще и на вылет. Бойставадин формат. И сейчас конечно спавлажа. Появится через 40 секунд. Он будет на топе. А не тут сразу будет появиться. То есть ЮДВ уже нужно бежать вниз. Да да да. Тимфайт был хороший. Бойбок. Конечно сейчас нет важных очень. На спаунах. ДК. Может Байднесс. А Феникс тоже может. Тарашан. Ну на самом деле. Будет решающим. То есть все еще имеются неплохие шансы. У спауна камбэк. Но для этого им нужно. Мне кажется. Начинать драку первыми. Не надо ждать. Ребятки пока кого-то убьют. Вас должно быть 5. Драка должна быть 5 на 5. В которой вы можете полноценно камбэк. На боте уже какие-то пинги. Здесь уже вне позиции находятся некоторые игроки. Подцепили. Лайн акция. Ну и это просто ошибка. Потому что умирать перед Рошаном. Это крайне неправильно. Так там еще и снэпка где-то поблизости. Расставила вижн. Мимо снэпфайр прошли. А как? Вон визитом что ли герой? Ну в дереве спятался. Да. В дереве спятался. В дереве спятался. Там очень сложно найти. То есть если шиву какую-то не нажать. Хороший нап. Слушай можно бить. И на самом деле Элдро уже байнулся. Предвещаю я здесь замес 5 на 5. Скорее всего он будет вот под Рошаном. У Феникса совсем чуть-чуть не хватает до 18 левела. Чтобы было яичков 3. Его точно в флайте не разбили. Полетели из пава на всякий пожарный. Расставили вижн еще и на топе. Мало ли оппоненты туда за реакцию полетят. Ну и ДК нажал форму. Равновато наверное. Сейчас будет тот самый тайминг где надо флайтиться. Где оппоненты будут этого Рошана пробивать. Разводить вас на действия. А ты будешь без формы дракона. Так. Позиционочка у нас перед Рошаном. Спавн находится в смоках. А UDV без смоков. И посмотри вероятность победа. 51 на 49. Какая же близко и сочная с первой карты. Сокровая минута. 25-22. Давайте смотреть решающий Teamfight. В позиции на боте у нас находится спаун. У них если что здесь есть. А в пост это очень важная вещь. Правда по байбекам там конечно печалька. ДК наверное дофармит. У него появился Таник. И также будет скорее всего у Феникса. Ни у кого нет байб у коллектива UDV. И это опасно. Давайте посмотрим. Тоже нажимая смог UDV. И они выходят как раз таки в обход. Кабанчики палятся со своей аурой. Ну и мне кажется сейчас произойдет что-то интересное. Варды имеются у коллективов. Ну и UDV идут в ту обыск. Как раз таки для хорошей варды у спаунов. Ревил ведет ДК. Блин кто неудачный. Надо его наказывать за это. Спектра полетела на снэпку. Взлетает НТП сюда. Феникс хорошая позиция. Можно на ХГ поставить супернову. А вот и это и самое яйцо. И сломать не факт что получится. Хотя все под пассивкой без таки. НТП почему-то перестал бить. И это было ошибкой. Яйцо застанило всех. Но тем не менее ДБ это без Блая. У Спектра огромные проблемы. Есть тычка Сильвера. Есть контакты. Минус 3 уже делают UDV в этом замесе. Естественно на трех киллах они не остановятся. Убьют еще и Леона. Да, конечно есть глиф. Но тем не менее байбеков на важных героях нет. Можно пойти выявить саппортов. И драка будет следующая по сути дела 3 на 5. Мамагдая езжет крипов. Сейчас эти крипов очень важно будет задэпать. Это у меня крипы, да? Ну могут попробовать пойти в трон. Здесь вот опции только такие. Я говорю развести на бая. Да, да, да. Не очень. Хотя, друзья, это бестов 1. Выиграть как можно быстрее. Два байбека от команды спав. Ну и ДВ знают. Спека без бая. У ДБ байбека тоже нет. А крипов нечем убить. То есть есть один глиф. Но глиф будет ответный от Дайер. Глифы сохранятся. Бактор не будет активирована. Яйцо в кулдауне. Фингердеза нет. У ДК заканчивается форма. И бедный спав без ресурсов. Так идеально стартовали. Отстояли линии. Выиграли каждый лайнат. Но несмотря на это теряют постепенно свое последнее строение. Ну, кстати, Рор был в лотус. Нажат. Это не создает у него никаких проблем. Стан от Леона по двоим. Байбек имеется от Драгонайта. До наступления формы 7 секунд. Но Тронт и этой формы Дракона не засейдышит. 43 минуты, друзья. Команда UDV. Где-то на опыте. Где-то на ошибках оппонентов.